Безупречная и недосягаемая. Алина Загитова лучшая фигуристка планеты. Первая в своей карьере золото чемпионата мира она взяла с огромным преимуществом, а после выступления призналась, что эта медаль тяжелая и досталась ей очень тяжело. Нелегко было Евгении Медведевой, для нее сезон вообще непростой, но сегодня она тоже с медалью. Наша корреспондент Ольга Паутова смогла лично поздравить наших девочек. Радость, вот. Этер Гергена похвалила. Вот, это для меня, наверное, дороже медали. Вот что значит чемпионский характер. За четыре минуты произвольной программы Алина Загитова своими острыми лезвиями высекла новую главу в истории фигурного катания. Она о том, как всего за два сезона на взрослом уровне 16-летняя волшебница выиграла все соревнования, которые только возможно, и собрала абсолютно все титулы. Сегодня к ним добавился еще один чемпионка мира. Это слезы радости, потому что не то, что я осознавала то, что я выиграю чемпионат мира, а просто потому, что я сделала все то, что мы с тренерами весь сезон отрабатывали. Дорога к этому золоту была самой непростой в ее карьере. Весь сезон страна, да и весь мир следили за тем, как она боролась не столько с соперницами, сколько с самой собой. Японские болельщики поддерживали ее как родную. Спасибо большое всем зрителям, которые пришли и поддержать. Это для меня очень многое значит. Река только за мишта. Женю Медведеву здесь любят давно. Она уже дважды становилась чемпионкой мира. На этот раз отвоевала свою бронзу у реки Кихиры, которая изначально считалась одним из главных лидеров соревнований. Этим победным жестом сказано все. И то, что откатать впервые в этом сезоне получилось чисто. И то, что наконец преодолела саму себя. И то, что Евгения Медведева снова готова бороться за самый высокий результат. А ведь во время разминки перед короткой программой Женя повредила бедро и выступала через боль. Сегодня кататься приходилось преодолевать себя дважды. И физическую боль, и моральный прессинг. Я доказала сама себе, и я уверена в себе, что я могу идти дальше, и я со всем справлюсь. Еще одна сенсация этого чемпионата – серебряный призер Элизабет Турсенбаева, выступающая за Казахстан. Она стала первой девушкой, которая чисто исполнила четверной прыжок на взрослом уровне. Чувствуется почерк Этери Тутберидзе. Она безусловная героиня дня. Две ее ученицы – это две сильнейшие фигуристки планеты. Вот так выглядели парки, когда спортсмены еще только съезжались в Японию. Многие деревья совсем голые. Природа словно замерла в ожидании развязки главного первенства сезона. И вот в день произвольной программы девушек, распустившейся сакурой и просто каким-то невероятным ароматом, она словно поздравляет фигуристов и дарит им вдохновение для новых побед. Ольга Паутова, Илья Марин, Светлана Ведяшкина и Дмитрий Синицын. Первый канал. Япония. А завтра узнаем, кто станет чемпионами мира в танцах на льду. После короткой программы российские дуэты занимают второе и третье места. Не пропустите 23 марта в 10.10 на Первом канале. Ну и в завершение еще раз красивые моменты победного проката Алины Загитовой. Кстати, за последние 20 лет она самая юная фигуристка, кому удалось выиграть и Олимпиаду, и чемпионат мира. Ей всего 16. Алина Загитова, Илья Марин, Светлана Ведяшкина и Дмитрий Синицын. Алина Загитова, Илья Марин, Светлана Ведяшкина и Дмитрий Синицын. Илья Марин, Светлана Ведяшкина и Дмитрий Синицын. Алина Загитова, Илья Марин, Светлана Ведяшкина и Дмитрий Синицын. Алина Загитова, Илья Марин, Светлана Ведяшкина и Дмитрий Синицын. Наши спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева заняли сразу две ступеньки пьедестала. Олимпийская чемпионка Загитова в образе Кармен стала еще и чемпионкой мира. С победой ее поздравил Владимир Путин, отметив блистательное мастерство спортсменки. Ну а бронза Медведевой с золотым отливом. Попав на чемпионат мира в последний момент, выступая с травмой, Женя боролась не только с соперницами, но и с собой. Репортаж Сергея Мингажева. На льду Сайтам-арена все готово для главного события дня. Через считанные минуты здесь начнется настоящее ледовое побоище. Россия и Япония основные претенденты на золото чемпионата мира. Алина Загитова по-прежнему в статусе сильнейшей фигуристки. Но сохранить этот статус здесь, в Японии, будет очень непросто. С первых аккордов Кармен-суиты на трибунах воцаряется напряженная тишина. Алина Загитова как будто погружает зрителей в какое-то гипнотическое состояние. Безупречное мастерство, а точность каждого движения никого не может оставить равнодушным. Начиная с середины выступления в произвольной программе, трибуны, как завороженные, начинают хлопать в такт музыки. А дальше кульминация и взрыв. Только в этот момент становится очевидной степень эмоционального напряжения, в котором все это время находилась Алина. Еще до оглашения результатов судей ни у кого, никаких сомнений. Алина Загитова безусловный чемпион. Это были настоящие эмоции. Я прям отдалась все полностью. И, наверное, когда уже сделала последний прыжок, я такая, да, и все, счастье просто наступило. А еще она признается, что победить здесь для нее было даже важнее олимпийского золота. Доказать всем и прежде всего себе, что она действительно лучшая. Особенно после серии не слишком удачных выступлений в предыдущем сезоне. Феноменальная концентрация и сосредоточенность. Удалось случайно застать ее перед самым началом короткой программы, когда она разминается прямо в коридоре за трибунами. И всюду с ней рядом тренер Этери Тутберидзе. На этих кадрах она дает своей ученице наставление как раз во время финальной разминки перед произвольной программой. Я очень рада за наших девочек и нашу тренерскую команду. Это был самый сложный путь к этим медалям. Спасибо всем огромное, что продолжали верить в нас и поддерживали. Евгения Медведева на чемпионате третья. По популярности в Японии она с Алиной примерно на одном уровне. По итогам короткой программы Медведева шла четвертая, но в финале она превосходит себя. Безупречный прокат. Это несмотря на то, что перед чемпионатом она получила травму бедра. Этот жест в финале полной здоровой спортивной злости говорит о многом. После выступления ее тренер просит потерпеть еще немного. Я действительно ни о чем не жалею. Я сделала свой максимум. Я не была зациклена на медали, я была зациклена на чистом прокате. Чистый прокат я его сделала. Я ни о чем не жалею. К этому чемпионату Женя шла очень сложно. Почти весь сезон цепь неудач и борьбы прежде всего с собой. Последняя возможность, чтобы отобраться на мировое первенство. Финал Кубка России и Женя ее использует. В Японии все пристально следят за взаимоотношениями бывших подруг по команде. Жени и Алины. Вот они молча сидят рядом в ожидании результатов. Вот уже на педестале Алина подходит к Жене, обнимает ее. Та поздравляет ее с победой. Перед входом в спортивный комплекс в Сайтаме стенды только с японскими фигуристами. Это лишнее подтверждение, насколько тяжелой была эта победа. Родные стены и огромная армия болельщиков не помогли японским звездам взойти на высшую ступень пьедестала. Золото чемпионата мира из Японии отправляется в Россию. Сергей Менгажев, Алексей Печко, Восточно-Азиатское бюро вестей, Сайтама, Япония.